Тимати и Катя Сафарова Тимати вместе отдыхали и вместе появились на премии Муз-ТВ, а потом внезапно пропали с радаров. Увы, звезды больше не появлялись на публике вместе. Катя уехала в Испанию еще в июне, а Тимати остался в Москве. Был ли у пары настоящий роман или просто пиар в рамках шоу, до сих пор неизвестно. Как бы там ни было, Тимати уже проводит время с другой девушкой. Тимур Юнусов поделился фотографией у себя в Инстаграм, на которой видно, что его обнимает некая девушка. Фанатам удалось вычислить предполагаемую возлюбленную звезды. Ей оказалась модель из Киева по имени Александра. Пара сейчас находится на острове Никонос. Девушка действительно отдыхает на том же греческом курорте, что и Тимати. Предполагаемые влюбленные несколько раз публиковали снимки из похожих мест. Ну а о своих отношениях пока умалчивают. Поклонники рэпера отметили, что Александра похожа на бывшую возлюбленную Тимати, мать его дочери Алену Шишкову. Девушка тоже может похвастаться длинными светлыми волосами и роскошными стройными ногами. Злопыхатели уже окрестили подругу Тимати Алену Шишкову версия 2.0 и Шишкова с Алиэкспресса. Также поклонники активно обсуждают в сети род деятельности девушки. Катя Сафарова пока никак не прокомментировала отдых Тимати с новой подругой. Девушка давно живет своей жизнью и проводит время с друзьями. В июле Катя отдыхала в компании брата Тимати Артема, с которым познакомилась на шоу «Холостяк». Тогда Екатерина дала фанатам почву для размышлений по поводу статуса ее отношений. Девушка опубликовала в своем инстаграм историю, на которой она веселится с младшим братом Тимати во французском ресторане. В сети тогда шутили, мол, победительница «Холостяка» сменила одного Юнусова на другого. Также ходили слухи, что отпуск Сафарова проводила в компании нового возлюбленного – предпринимателя Кристофера Ящинского. Судя по сторис в инстаграм, они были вместе на яхте. На одном из роликов Катя стояла рядом с парнем и махала рукой в камеру. На следующем видео в профиле Ящинского кто-то кормит его оливками. И пусть лица Сафарова не видно, бизнесмен отметил ее аккаунт. Кристофер ведет один из самых популярных YouTube-каналов о криптовалюте. Его состояние оценивают в 25 миллионов долларов. Сразу после окончания проекта «Холостяк» Катя заявила о том, что не намерена отвечать на вопросы про отношения с Тимати. Мол, счастье любит тишину и все в таком духе. Тимати же вообще предпочитал молчать про свои отношения с Катей. Пока Сафарова отдыхала в Испании, убежденный «Холостяк» Тимати не стал скучать в отяночестве. По слухам, он улетел на Мальдивские острова с другой участницей проекта – подругой Катей Сафаровой Адель Вейгель. Поводом для сплетен стала занятная несостыковка. Адель сообщила, что отправилась на отдых в Грецию. А внимательные поклонники по характерным деталям узнали номер мальдивского отеля на ее фото. Также фолловеры заявили, что Вейгель публикует в сторис видео из Греции, которое они уже видели раньше у другой участницы шоу – Дарьи Погадаевой. Это и натолкнуло пользователей на мысли, что на самом деле девушка на Мальдивах с Тимати. С фотографиями номера с Мальдив и подписью «Греция» как-то некрасиво вышло. Она там с Тимати, вот и шифруется. А вам тоже смешно смотреть, как Адель выкладывает видосы Даши Погадаевой, типа она в Греции? Высказывались фолловеры в Instagram Вейгель. Аналогичные комментарии появились и на странице Сафаровой. Пока Катя тут наряды откровенные надевает, Тимур Свегель отдыхает. Получается подружка от белой жениха, написали поклонники Екатерины. Также известно, что летом Тимати отдыхал с другой фавориткой проекта – Марии Вебер, которой когда-то пророчили победу на шоу «Холостяк». Впрочем, это не первый их совместный отдых. В марте Мария и Тимати вместе отдыхали на Мальдивах. На проекте Марию считали фавориткой. Модельная фигура, обаяние и прекрасные чувства юмора сразили Тимати на повал. Однако девушка вскоре покинула проект, заявив, что не видит смысла в дальнейших съемках, ведь рэпер якобы уже выбрал другую. Таким образом, главную розу на проекте и кольцо за 22 миллиона рублей получила Екатерина Сафарова. Пока Катя была в Испании, Тимати и Мария поделились снимками, как вместе отдохнули в Строгино, катаясь на серфинге. Вместе с ними была и старшая дочь Тимати – Алиса. И хотя совместных фото участники сезона не опубликовали, по одинаковым сториз и геолокациям становится ясно, что музыкант и модель провели время в одном месте. Впрочем, к Марии Вебер, по словам Кати Сафаровой, у нее ревности нет. Об этом она говорила в одном из интервью, комментируя отдых Тимати и Вебер на Мальдивах. По словам Тимура, он пригласил Марию Вебер покататься на серфе, так как обещал ей это на проекте. Что же касается отношений Тимати и Сафаровой, поклонники посчитали их странными и неискренними. Пара всего один раз появилась вместе на премии Муз-ТВ и больше их нигде не видели. Катя сама признается, что не живет с рэпером, а от прямого вопроса об отношениях по возможности уходит. Тимати и Катя до сих пор не подтвердили и не опровергли факт своего расставания. Но, похоже, им и так хорошо, вдали друг от друга. Каждый живет своей жизнью. Катя Сафарова обрела армию поклонников и подписчиков, запустила в России свой онлайн-курс и, похоже, по-настоящему счастлива. Мне кажется, я давно не была так счастлива, как сейчас. И, ребята, у меня есть столько новых идей для вас. Я готовлю столько всего, что меня просто разрывает. Тимур же продолжает быть закоренелым холостяком и проводит время в компании разных девушек. Насколько серьезные отношения с блондинкой Александрой, пока неизвестно. Тимати выбирает похожий типаж девушек, высоких красивых моделей, с легкостью меняет блондинок на брюнеток и наоборот. Похоже, такая жизнь устраивает рэпера, и он не спешит связывать себя узами брака или заводить серьезные отношения. У Тимура подрастает дочь Алиса, которой в этом году исполнилось 7 лет, и сын Ратмир. Мальчику в этом году исполнится 2 года. Продолжение следует. Рэператор субтитров Алиса Субтитры сделал DimaTorzok